Вы ранее записывали видео про страны, куда можно срочно переехать из Турции в случае отказа в ВНЖ. Ну, а также эти страны подходят и в целом для переезда. Мы решили посвятить несколько видео рассказам про каждую страну в отдельности, но рассказывать про такие очевидные страны, как Казахстан, Грузия, Киргизстан, Узбекистан мы не будем, так как информации на этот счет в сети более чем достаточно. Поэтому расскажем про неочевидные страны по типу Перу, Чили, Марокко, Эквадор. И сегодня мы поговорим с вами о Перу. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олесин. Погнали! Итак, начнем. В Перу можно въехать по загранпаспорту гражданам РФ, Беларуси, Украины и находиться в стране до 90 дней. Можно продлевать визу еще на 3 месяца, потом выехать и снова въехать на 3 месяца. И так до 1 года. А через год, чтобы остаться дальше, то нужно иметь постоянную работу и доход. Таким образом, прожив 2 года, можно претендовать на паспорт. Также есть виза пенсионеров. Что же это вообще за Перу такое? Для общего представления, Перу – это наследие империи инков. Все, что связано с индейцами – это в Перу. Гигантские пирамиды, построенные тысячи лет назад. Легендарная тропа инков. Загадочные иероглифы, которыми исполосована поверхность пустыни. Крупнейший в мире город из глины. И крайне разнообразная природа со всеми минусами. Такого сочетания, как тропические джунгли и пляжи на Тихоокеанском побережье, пустыни и вечные ледники на горах. На глобусе страна находится в Южной Америке, между горами и океаном. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере с Колумбией, на востоке с Бразилией, на юге-востоке с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Это третья по площади после Бразилии-Аргентины страна в Южной Америке. Административно поделена на 25 регионов. А географически территорию делят на 4 природных региона. Расскажи о первом. Да, первый регион это припрежная зона или коста, как ее там называют. Это практически круглый год, комфортная температура от плюс 16 до плюс 25 градусов по Цельсию. Весьма бедная на растительность, но с разнообразным животным миром. Здесь есть и фламинго, и пингвины, и даже морские львы. А ты видел морских львов? Ну, в зоопарке. А кто это вообще такие? В дельфинарии, а не в зоопарке. И ты видела? Я видела? Конечно. Помню, что мне были. Большие такие. Однако, именно этой зоне, в которую попадает, кстати, столица Лима, свойственен весьма необычный вид осадков в декабре и январе. Это вот очень мелкая морость с плотным туманом под названием Гаруа. И она довольно сильно осложняет жизнедеятельность мегаполиса в это время. Далее следует зона Ант, или Сьерра. Перепад температур здесь в среднем от плюс пяти зимой до плюс двадцати летом. А выше уровня в три с половиной тысячи метров начинается уже другая зона – Пуна. Зона высокогорья с характерным суровым климатом и резкими суточными перепадами температур. От плюс двадцати восьми днем и до минус двенадцати в ночное время суток. В ноябре по март длится сезон дождей, который достигает пика в декабре и январе, кто затрудняет передвижение по городам. И это именно здесь картины из кино с вершинами, покрытыми вечными льдами. И все прелести этого в виде горной болезни, лавин и прочих прелестей. Четвертая географическая зона – это долина реки Амазонки. Сельва – настоящий рай для ценителей жаркого и влажного тропического климата, а также для биологов и зоологов, изучающих самые редкие и исчезающие виды представителей флоры и фауны. Летом температура беспощадно держится на отметке плюс тридцать четыре градуса, а ночью опускается до плюс двадцати четырех. В зимнее же время не намного прохладнее, где-то плюс тридцать днем и плюс двадцать ночью. И сезон дождей здесь длится с ноября по март. Вся территория страны находится в сейсмоопасной зоне, и землетрясения происходят примерно один раз в год. Это не такие землетрясения, типа я не заметила, как потрясет, а хорошо потрясет. Перу является президентской республикой, и президентский выбор здесь один раз в пять лет. Часовой пояс – минус восемь часов от, например, от Турции и стран СНГ. Экономика здесь развивающаяся. Минимальная оплата труда составляет чуть больше трехсот долларов. Средняя зарплата – около шестиста долларов в месяц. Перу богата природными ресурсами – медь, серебро, золото, нефть, лес, железная руда, уголь, фосфаты, гидроэнергия и газ. Перу – это аграрная страна, развивающаяся горнодомывающей и развивающейся обрабатывающей промышленностью. Также занимается страна сельским хозяйством, рыболовством, животноводством и производством фикселей и одежды. Население же в Перу представлено в основном метисами и индейскими народами. Белые народы составляют всего лишь 5,9% от общего населения. Остальные – афроперуанцы, китайцы, японцы, коренные амазонские племена. Там, кстати, еще живы вот эти вот коренные амазонские племена, которые живут прямо вот в амазонке в лесах, в джунглях. Блин, прикольно. Может, туда поедешь? Может быть. Заведем себе свое племя, организуем. Религия представлена католиками и протестантами. Религия отделена от государства и страна является светской. Ну, так же, например, как в России или в Турции, например. Говорят там на испанском. В регионах с преобладанием индейского населения официальными являются также еще языки кечуа, аймара, ну и другие местные диалекты. Самые крупные города страны – это столица Перу-Лима и также города Арекипа и Трухильо. Наиболее заселенные участки страны – это побережье Тихого океана, который называется Коста, и Сьерра, то есть ближайшие горные далины. И менее всего заселена эта сельва Амазонки на востоке страны. Иммигранты обычно стремятся жить именно в столице Лима или в окрестностях, так как основные компании, корпорации и деньги сосредоточены именно там. Столица Лима или Лима? Поправьте в комментариях, кто знает правильно, как. Это регион Коста, где круглый год от 16 до 25 градусов, но самое неприятное – это вот этот вот туман, который длится несколько месяцев. Денежные единицы страны – это Новый Соль, в одном соли 100 сантимов. Деньги выгоднее всего менять в обменных пунктах, называются они Касас де Камбио. Можно в отелях, но это невыгодно. Ну а также можно и в банках, там выгоднее, чем в отеле, но все равно не выгоднее, чем в обменнике. Есть также уличные менялы, у них, естественно, курс самый выгодный, но нет гарантии качества оригинальности товара. Ну, если вы понимаете, о чем я. Лучше всего с собой ввести доллары США, поскольку валюту других стран зачастую можно обменять лишь в крупных банках столицы. В обмене старых и ветких купюр может быть отказано. Ну и банки в стране работают с понедельника по пятницу с 9 до 5 часов, а в субботу с 9 до часу дня. В провинции некоторые банки могут работать по своему индивидуальному графику. Ну, как и захотят, так и работают. Кредитные карты и дорожные чеки, лучше в долларах США, можно обслужить только в столице и крупных туристических центрах. В провинции расплатиться ими практически невозможно. Но иногда с банковскими картами случаются неприятности в виде мошенничества. Мошенничество оно, к сожалению, покрыло всю планету Земля. Деньги крадут с карт как при оплате услуг, так и при снятии наличной банкомати. Иногда за оплату по карте начисляют плюс 5% к счету. Это, кстати, тоже такая уж и редкость во многих странах. В картами MasterCard порой люди замечают следующий эффект. Например, вы купили что-то на 100 солей. У вас с карты снимут на 20% больше, то есть 120 солей. Затем в течение нескольких рабочих дней эти 20 экстра солей вернутся к вам на карту. По картам виза аналогичного эффекта никто не отмечал. Расскажи, что там можно есть и пить? Перуанская кухня – это смесь двух культург – индейской и испанской. В блюдах много жгучего перца, чеснока и других специй. Перуанцы едят и очень любят различное мясо. Деликатесом считается морская свинка-куй. Кто ведь ее вот прямо тушкой на вертеле? Ну или тушат. Также визитной карточкой национальной кухни является сырая рыба, маринованная в лимонном соке с перцем чили и лимоном. Называется «севич». Вот. Также распространены стейки из альпаки и тручи. Это пресноводная фарминка. Да. И ну и для любителей супчиков – куриный суп. Он есть везде. В любой стране. Кроме того, кухня Перу славится своими национальными блюдами из чечевицы, фасоли, бобовых и овощей. Разнообразен ассортимент местных сладостей. Ну а также круглый год фрукты. Как привычных персиков, бананов, апельсинов, яблок и так далее, так и множество экзотических фруктов, таких как лукума, туна, черемоя. Ну а также овощи и морепродукты. Все продукты круглый год дешевые. Ну а из крепкого алкоголя в Перу популярен коктейль «Писко Сауэр», который делается из местной виноградной водки, которая называется «Писко». В состав коктейля входит лаймовый сок и взбитый яичный белок. Ну и также не менее популярны вина местного производства. Но в этой стране любителям хорошенечко выпить утреннее похмелье размажет по кровати минимум на пару дней из-за низкого содержания кислорода в воздухе, что свойственно регионам расположенных высокогорных участков. Так что имейте это в виду. Там, вон из-за этой горной болезни, местные туристы пьют чай из листьев коки. Да, именно из коки. Но вывозить листья коки из страны нельзя. Это так, на всякий случай. Итак, общественный транспорт и такси. В Перу между городами летают самолеты. Они не очень дорогие. Самым популярным и дешевым видом транспорта являются автобусы. Как при передвижении по городам, так и между ними. Автобусная сеть очень развита в стране, но автобусы длительны и не соблюдают расписание. Мы вот прямо даже советуем закладывать время на дорогу с учетом времени ожидания автобуса на остановке, так как оно может быть очень долго. Ну вот так люди говорят, да, кто там живет. Если же для передвижения между городами вы выбираете автобус, то лучше запастись едой и водой. Так как велика вероятность, что по пути купить будет все это просто негде. А также советуют брать теплые вещи, так как ночью в автобусе может быть холодно. А также в Перу есть междугородние поезда, цена на которые зависит от класса вагона. Но люди, пользовавшиеся поездами в Перу, советуют выбирать первый класс, так как в других вагонах не очень комфортно. Уж почему? Мы уж вам ответить на этот вопрос не сможем. Я думаю, это надо лицезреть. Помимо автобусов, городской транспорт в Перу представлен также маршрутками. И маршрутками повышенного комфорта, типа компикс называется. Которые подороже обычной маршрутки или автобуса, но зато не так набиты людьми. Я так понимаю, что это типа таких вот желтых маршруточек-долмушей в Стамбуле. Они подороже, но зато пускают столько людей, чтобы все могли сесть. Ну еще и едет он быстрее маршруток обычно. Точно так же, видимо. Ну и такси в Перу не имеют счетчиков, поэтому о цене нужно договариваться перед посадкой, чтобы не иметь потом неприятных сюрпризов. Здесь нужно подороговаться, как во многих странах. Ну и помимо обычных мобил, в Перу также есть официальные желтые такси, у которых фиксирована тарификация, но у них счетчиков тоже нет. И тоже надо договариваться на месте о цене. Аренда автомобиля в Перу разрешена лицам не младше 25 лет, имеющие международные водительские права, кредитную карту или депозит, ну и оплаченную страховку. Арендовать машину можно прямо вот в аэропорту. А как же выводить деньги с российских карт, спросите вы. А я вам расскажу. Вот выводить деньги с российских карт, возможно, при помощи различных платежных систем. Здесь нужно будет поискать. Мы вот посчитали, что народ пользуется в основном юнистримом. Ну а сейчас мы расскажем вам об особенностях в разных сферах жизни в Перу, которые нам удалось отыскать в сети интернет. Перуанцы очень приветливые и общительные с иностранцами. Всегда с радостью помогут найти дорогу, подскажут, какие достопримечательности лучше посмотреть, как туда добраться более дешевым способом. Причем все это делается от души и без попытки получить вознаграждение. Может быть это связано с тем, что всех белокожих людей местные принимают за высокообразованных и интересных людей. Они стараются с ними познакомиться, на работу взять и как можно лучше оказать услугу. И это не наше размышление и предположение на эту тему. Это факт, о котором говорят в интернете и те, кто там проживает и приезжал. То отношение к белым людям там действительно особое такое. С положительной стороны. В зависимости от происхождения перуанцы отличаются по темпераменту между собой. Например, потомки смешанных браков, это метисы, они суетливы, подвизны и любят поговорить. А вот выходцы из Индии, жители горных районов, они более спокойны и уравновешены. Но самая главная общая черта всех перуанцев, независимо от происхождения, это непунктуальность и медлительность. Именно поэтому автобусы вовремя не приезжают, самолеты вовремя не прилетают и даже свой заказ в ресторане вы можете с легкостью прождать один час и более. Именно поэтому экспаты, живущие в этой стране, советуют строить планы, на все закладывать дополнительное время. Но все это объекнет по сравнению с тем, что перуан относится к дешевым странам для жизни. По расходам рассчитывайте примерно на 50 долларов в день на человека на еду, если питаться вне дома. Однако все, что касается туризма, стоит немалых денег, которые хотят получить от иностранцев. Все дорого, все вот эти вот организованные экскурсии, цены в номерах, в отеле и квартиры на сезон. И цены очень волатильные, в зависимости от сезона, скачут от 25 до 50 процентов, то в одну, то в другую сторону. Самый пик цен с июня по автобусу, имейте это в виду. Расскажи про магазины лавки. Ну, про такие частные магазины, которыми утыкана страна, как и вся Турция, что там про них рассказать? Перед тем, как что-то купить, надо обойти несколько вот таких вот магазинов и навести справки о ценах. Так как даже в соседних магазинах они могут отличаться вдвое. Также аналогичное дело обстоит и с ресторанами. Цена не значит качество. Абсолютно идентичное блюдо может стоить в разных местах по-разному. Если говорить о ресторанах, то тут надо быть осторожными с дополнительными блюдами. Например, если кроме вашего заказа вам на стол поставили воду, хлеб и фрукты, то все это за дополнительную плату, которую впоследствии включат в ваш счет, если вы, конечно, что-либо попробуете или откупорите. Поэтому лучше попросите убрать все сразу лишнее со стола. Ну, чтобы не платить лишнее. Да и стол не захламлять. Большинство магазинов работает с 9 до 8 вечера, без выходных. Ну, в больших седевых супермаркетах можно обменять доллары, просто расплатившись ими за покупку. Сдачи вам дадут солью и согласно межбанковскому курсу. Это один еще из способов, как обменять можно деньги. Да. Выгодно это? Да. Вижу, что выгодно. И пишут, что там выгодно. Очень часто после 20 часов в домах и в отелях выключают водоснабжение. Большинство гостиниц на этот случай оборудованы специальными баками. Однако в некоторых такого сервиса нет. Поэтому обязательно обращайте на это внимание при изучении описания отеля. Но в квартирах успевают сделать все до 20 часов и ждать горячую воду уже потом до утра. Так что все вот эти банно-ванные процедуры осуществляются до 20 часов вечера. При фотографировании индейцев без предварительного их разрешения приготовьтесь заплатить им по одному солю за снимок. При обмене валюты попросите более мелкие купюры, так как крупные не особо хотят брать в магазинах. Советуют пить воду только бутилированную, потому что вода в Перу из-под крана очень богата солями. И чтобы не сталкиваться с проблемой песка в своих почках, советуют пить именно бутилированную воду. Ну, вода не является главной проблемой в Перу, а главной проблемой является воровство. Поэтому всегда надо быть убедительным и внимательным на улицах. При пользовании банкоматами плотно подходите к аппарату, закрывайте цифры при наборе пин-кода, не светите большими суммами денег, так как сообщают о нередких кражах воришками у банкоматов. А также неудобства могут доставить попрошайки на улицах. Ну и навязчивые продавцы. Лучше не поддаваться на уговоры и не вступать в торги. Вокруг может собраться целая толпа, выбраться из которой порой бывает очень проблематично. По крайней мере, так пишет народ живущая. Медицина в Перу бесплатна для граждан и обладателей ВНЖ. Цена на недвижимость низкая. Дом можно купить всего за 5 тысяч долларов. А квартиры в среднем стоят 20-30 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру в центре столицы. Аренда комфортной квартиры в среднем стоит 300 долларов в столице. Расскажи, как представлена архитектура в Перу? Потому что мне до того, как я прочитала про эту страну, представлялось, что там, знаешь, как в Камбодже хижины такие стоят. Нет, архитектура представлена современными жилыми комплексами или СИРТ с полной внутренней отделкой, инфраструктурой и всем нужным вот прям в комплексе. Это как в Турции. Как в Турции. Ну и как, да, во многих странах. Это не колониальная там будет архитектура. Итак, какие же есть способы получения ВНЖ? Чтобы остаться в стране более чем на три месяца, необходимо предварительно оформить трехмесячную визу, которую можно продлить уже, находясь в Перу. Продлить ее можно максимум на один год в иммиграционном управлении. Чтобы жить дальше, то необходимо подтвердить ваш ежемесячный доход, удаленную работу, и суммы при этом не важны. Главное, что есть работа. Это вот так нужно для властей, чтобы жить уже более года. Ну, либо поступить куда-то учиться. Ну, либо купить недвижимость или земельный участок. Порогов кода по сумме нет. Вот любое можете купить, что угодно. И претендовать на ВНЖ, и подаваться на ВНЖ. То есть, чтобы получить самое простое ВНЖ, это нужно стать собственником недвижимого имущества. За любую стоимость, которую вы найдете. Как мы уже говорили, квартиры в среднем стоят 20-30 тысяч долларов за хорошую трехкомнатную квартиру. Полностью готовую к проживанию. Либо можно открыть свой бизнес, который в перспективе через два года должен приносить доход. В течение этих двух лет налог на прибыль не будет взиматься государством. Если преодолеть испытания с получением ВНЖ, уже через год проживания, то через два года жизни в Перу вы вступаете в программу натурализации и получаете либо ВНЖ, ну либо паспорт. При необходимости срок пребывания можно продлить, обратившись в офис Главного управления миграционной службы в Лиме. Продлевать пребывание можно трижды, каждый раз на срок до 30 дней. При этом необходимо оплатить пошлину в размере 20 долларов. Для получения ПМЖ или гражданства Перу нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Как же добраться, например, вот из Турции? Из Турции до Перу можно долететь из Стамбула. Лететь 18 часов. Примерная цена билета от 12 тысяч лир до 19 тысяч лир. Это в одну сторону, естественно, за один билет. Наверное, все по вот этой стране, то, что мы смогли найти всю основную информацию, с чего начать рассматривать эту страну. Если мы что-то не осветили, и у вас какие-то вопросы возникли, все-таки напишите их в комментариях, мы пытаемся ответить на них. А пока подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях, ну и через почту, указанную у нас под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться с функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Также под видео есть наш сайт, куда вы можете обратиться с просьбой помочь вам в аренде квартиры в Турции. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.